Дамы вперед! Василий, вы водите машину? Да, конечно, более 10 лет. Как вы считаете, женщина – это действительно опасность на дороге? Женщина за рулем? Ну, исходя из моего опыта, есть две категории. Женщин, которые водят машину, меньше, к сожалению, водят очень аккуратно и более безопасные водители, а вот большая часть, с которой я сталкивался, к сожалению, да, действительно представляет опасность, потому что они зачастую отвлекаются и вызывают тем самым, провоцируют опасные ситуации на дороге. Почему именно женщины отвлекаются? Разве мужчины не отвлекаются, им не на что отвлечься? Ну, мне кажется, я предполагаю, что женщины более эмоциональны, поэтому дорожная обстановка может их провоцировать каким-то состоянием срывов нервных, и поэтому вождение становится более некачественным, и часто их за это ругают водители окружающие. А сами вы ругаете женщин? Ну, я бы не сказал, что ругают только женщин. Я ругаю всех на дорогах, потому что все водят плохо сейчас, особенно в нашем городе, да и в Ростове, пожалуй. А сами вы хорошо водите? Ну, я стараюсь соблюдать правила, конечно, но всегда это возможно. Спасибо, Василий. Пожалуйста, до свидания. Да, есть такое. И, как правило, ну, большинство, наверное, людей, даже получив права 16 лет назад, выехав в город как ответственный водитель, знающий правила дорожного вообще на зубок, и я была в шоке. Я вот час езды по городу, грубо говоря, по-западному, и я приехала, я водителям говорю, что у нас происходит, ну, типа, что случилось? Я говорю, ну, правила дорожного движения никто не соблюдает, а если соблюдают, то частично. Вот, это, в принципе, сейчас так и есть. Оно остается и никуда это не денется. А с чем это связано, кстати? Почему? С чем такой особенный народ, что не соблюдает правила? Ну, вот мне первое, что в голову пришло, я по образованию перспециалист, и когда мы изучали особенности характера поведения в разных регионах России, я вот очень хорошо помню, что Ростов, у него как отличительная черта в поведении людей, это желание доказать свое превосходство. Вот, если даже Краснодарский край, там, по вещам, по продуктам старается покупать то, что действительно по карману, то ростовчане часто вот хотят доказать свое превосходство. Возможно, вот на дорогах вот это вот «я первый», «я быстрее», «я шестрее», оно проявляется как региональная черта такая вот. И мне кажется, еще это на самом деле вследствие того, что у нас много чего не предусмотрено в городе. Вот, например, сейчас очень сильно начали следить за парковкой в неположенных местах. Вот, мне первый штраф недавно пришел за парковку в неположенном месте, хотя вот сейчас ехали в студию, да, ну, центр города, я припарковалась за два квартала, потому что парковаться негде. Не знаю, ну, в разрешенном месте, но суть в том, что если бы была бы даже платная парковка, на которую можно заехать и цивильно оставить свою машину, я бы, например, с удовольствием бы заплатила деньги и знала бы, что у меня машина в порядке, все хорошо. А у нас и получается такой замкнутый круг. Люди не паркуются нормально, потому что нет места парковаться, потом им приходят штрафы, что с этим делать непонятно, как, ну, что я могу сделать, да, что я должна, как я должна исправиться как социально ответственный гражданин, мне не приходит в голову ответа. Так же, и когда ты научился водить, ты выезжаешь на дорогу, уже весь город водит так, как он водит у нас. И, да, ты пытаешься начать с себя, да, нет, вот я вот тут пропущу, уступлю, и стоишь, как дурак, несколько, не знаю, 5-10 минут на том же кольце. Поэтому уже, наверное, сложившиеся обстоятельства давят на нас просто, на тех, кто начинает водить. Раз уж ты живешь в этом городе, нужно подстраиваться к этому ритму. Под его правила, да. Под его правила и так водить. Это правильно, Елена? Нет, я бы так не сказала. Ну, если, судя по себе, я придерживаюсь правил, ну, не знаю, в связи с тем, что я инструктор или просто такой человек. Ну, да, может быть, по молодости, когда была молодая, только начинала ездить по городу, да, может быть, где-то превышала, где-то нарушала. Но сейчас это не могу. Елена, вы вообще ничего не нарушаете? Всегда паркуетесь в правильных местах? Сейчас, да. В центре даже, да? Я буквально, вот, 42-й дом рядом, да? Возможно. Да, парковочное место было, я припарковала замечательно на парковке. Ей кто-то помогает, видимо. Да, или замечательно. Может быть. Я ехала с... Я знаю, что центр, Кировский, постоянно загружены, то есть парковочное место, это вообще что-то сверхъестественное. Мне повезло. Вы слушаете радио «Тихий Дон», у микрофона Наталья Тарасова, у нас в гостях Карина Бондаренко, водитель со стажем и инструктор Ростовской автошколы Елена Вронская. Мы обсуждаем тему «Женщина-водитель». У нас есть звонок, давайте его послушаем. Я вот по поводу... Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Вероника. Так, откуда вы? Я из Ростова. Вероника, ну расскажите, на чьей вы стороне? На стороне водящих женщин или водящих мужчин? Я сама вожу уже три года. Вот, в принципе, считаю, что женщины очень аккуратны на дороге по сравнению с мужчинами, но я сама не люблю женщин-хамов за рулем, которые не пропускают... Ну так они же нормально водят-то женщины. Где солидарность-то, Вероника, женская? Ой, я против тех, которые на очень богатых машинах, с видом невозмутимым, как будто она королева на дороге, едет и не смотрит в ту сторону, если у тебя машина очень простая. Естественно, эти женщины очень заносчивые, из-за них все попадают в ДТП. Я не против женщин, сама вожу, но вот такие вот мадамочки на дорогах мне очень бесят. То есть мужчины, получается, с ними даже удобнее, да, на дороге встречаться, чем с женщинами, они не уступают никогда? Да, мужчине можно улыбнуться, он тебя пропустит, ну, если не улыбнется сам, то хотя бы пропустит, а женщина даже не посмотрит в твою сторону. Понятно, Вероника, спасибо вам большое за ваш комментарий, до свидания. До свидания. Не знаю, я не согласна, я уступаю женщинам, и мне часто уступают. Просто тут еще такое дело, что вот статистически ты смотришь, там, не знаю, тебе уступили сегодня два раза мужчины, да, и ни разу женщина. И ты такой думаешь, вот женщины, наверное, не уступают. Их на самом деле просто меньше. И вот комментарии, да, по поводу того, что там крыта какая-то машина, все, не знаю, не замечала я, чтобы крутые женщины или... Ну, во-первых, мне кажется, это часть, может быть, комплекса человека, который за более простой машиной. У меня самая обычная машина, там, ну, и не самая, да, разбитая, жуткая, страшная, но и там не... И я никогда не обращала внимания, не замечала сильной разницы между вождением, там, на каких-то более элитных машинах и простых. Скорее наоборот, если едет какая-нибудь разбитая копейка, да, или, там, наш старый автопром за рулем пенсионер, не то, что он человек, там, плохой, да, или невнимательный, у него просто уже проблемы со зрением могут быть, по здоровью, что-то не так. Машина уже не такая хорошая, не так уверенно себя ведет на дороге. И вот скорее я буду ждать опасность от таких вот машин, нежели от элитных, где там... Не, ну, может быть, в какой-то степени я соглашусь с Вероникой. Вот, с другой стороны, все-таки это от человека зависит. То есть, если он вежливый, то он и на дороге будет вежливый. Мы, когда с мужем едем, и что-то случается, там, какая-то заминка на дороге, или что-то, или кто-то, женщина переходит дорогу, или она там едет как-то медленно, подрезает его, не включает поворотники, он начинает это очень шумно рекоментировать, я говорю, ну, успокойся, ну, мало ли там, какие обстоятельства у человека, все может быть. Вот, когда ты сядешь за руль, ты тогда меня поймешь, и ты будешь точно так же ругаться. Вот я не хочу точно так же ругаться, хотя я чувствую, что эта агрессия, она передается. Эта агрессия, она висит просто над Ростовом. Мужчина видит за рулем женщину, да, ему в любом случае хочется в какое-то взаимодействие вступить. Особенно, когда машина розовая, там, или красненькая, обвешена туфельками, восклицательными знаками. Ну, мне кажется, это просто кричит о какой-то провокации. Вот, и, ну, у меня вот, вы спрашивали, да, в каких-то случаях в первые дни вождения, недели вождения. Естественно, там где-то протупишь, там, замедлишься, еще что-то, начинаются сигналы, там, не сигналы. Вот, и у меня была ситуация Ленина-Нагибина, пробка. И вот, ну, обычно подъезжаю, желтый свет мигает, там, не проезжаю, останавливаюсь уже. Мне там сзади, фа, фа, мол, что ты на желтый не поехала, еще можно было проскочить. Тут еду, смотрю, желтый, думаю, не, буду ехать, чтобы не сигналили. Ну, начинающий, как начинающий водитель, не подумала о том, что пробка, что не хватит мне места пересечь до конца Нагибина, и что я останусь прям вот четко посередине, чтобы мешать всем. Вот, и вот как раз вот этот страх играл в те дни, в первые, что вот сейчас кто-то накричит, там, вот. И, собственно, начинаются сигналы со всех сторон, там, комментарии, вот прям, прям шквал такой. Я долго думая, ну, я не знаю, то ли под действием эмоций, то ли это наоборот мой рационализм сработал. Я вышла из машины, встала около своей таблички с туфелькой, с восклицательным знаком, показала на них пальцем, типа, ну и что я теперь могу сделать, руками разложу, если у меня туфелька и два восклицательных знака. Вот, они все поулыбались, посмеялись, те, кто только что кричали. Поэтому мне кажется, что это тоже отчасти просто наши страхи. Если на тебя накричали, а ты в ответ улыбнешься и извинишься, то ничего страшного не случится. Лена, а вы своим ученицам как-то вот психологически какие-то советы даете, как себе вести на дороге оживленной? Ну, в первую очередь, да. То есть, они, как правило, любой сигнал принимают на свой счет. Ну, соответственно, ага, все, паника, забыли про педали, у меня механическая коробка передач, поэтому правильно сработать педалями, все это надо аккуратно и не спеша. Ну, и когда они начинают нервничать, то есть, там, кто-то крикнул в окно или, там, посигналил, все, уже начинает дрожь в ногах, в руках. Я стараюсь говорить, что вот не надо каждый сигнал принимать на свой счет, даже если это вам. Вы должны собраться, сконцентрироваться, сработать ногами, руками, там, переключения, повернуть, для того, чтобы, ну, не было такого замешательства и вы не знали, что делать. Дамы, вперед!